В эфире Народное славянское радио Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Москве в Литературном музее открыта постоянная экспозиция фотографий и негативов, где можно увидеть снимки с изображением Толстого и Горького, Ахматова и Бунина, Чехова, Блока, Паустовского и многих-многих других. Это одна из самых богатых в России коллекций Государственного литературного музея. Литературный музей бережно хранит изображения как русских, так и иностранных литераторов, артистов, ученых 19-21 веков. Посетители найдут здесь портреты их родственников, друзей, людей, которые окружали и играли важные роли в их судьбах. Здесь же можно увидеть фотографии путешествий и тех мест, в которых родились и жили гении прошлых столетий. Режим работы экспозиции с 11.00 до 18.00. Место проведения – дом Остроухова. Адрес – Трубниковский переулок, дом 17. Ближайшее метро – Баррикадная и Смоленская. В Санкт-Петербурге можно посетить выставку «Петербургский лубок». Выставка проводится Петербургским отделением Академии во второй раз и представляет рисунки как членов организации, так и других художников, работающих в этом жанре. В Литературно-мемориальном музее Федора Достоевского можно увидеть графические листы на типичные для лубка сюжеты и произведения, посвященные творчеству Достоевского. Продолжим артефактами земель славянских. Российские ученые раскрыли часть тайн происхождения скифов. Антропологи из Московского университета заявляют, что легендарные скифские племена, жившие в южных степях Украины и России, были коренным населением этих регионов. Скифы – древний народ, который жил на территории Причерноморских и Прикаспийских степей в VIII-IV веках до н.э. В разные исторические эпохи историки Российской империи, Польши и ряда других стран ошибочно считали скифов и родственных им сарматов основателями своих наций, не понимая различия между языками славян и ираноязычных племен. Сегодня ученые не менее ожесточенно спорят о происхождении скифов. По словам Аллы Мавсисян, антрополога из МГУ имени Ломоносова, сегодня существуют две основные гипотезы происхождения скифов. Они могли прийти на территорию Северного Причерноморья и Центральной Азии, и коренное индоевропейское население было ими завоевано и ассимилировано. Или же скифы генетически связаны со срубной культурой, объединением племен эпохи поздней бронзы и степей и лесостепей между Днепром и Уралом. Сравнивая мелкие особенности в анатомии черепов жителей одних и тех же селений, ученые искали мелкие родовые особенности в их структуре, которые бы помогли понять, насколько близки были скифы и более древние жители степей России и Украины, а также различные племена сарматов и современные им среднеазиатские кочевники. Определив типичный набор таких мелких особенностей в структуре черепов для каждого изученного племени, Бахолдина и Мавсисян обнаружили, что обе гипотезы этногенеза скифов были частично верны. Скифский генофонд сформировался на основе потомков местной срубной культуры Бронзового века и популяций, мигрировавших из Центральной Азии, Андроновской и Акуневской культур. Схожие выводы можно сделать и о происхождении сарматов, однако для этого, по словам ученых, пока не хватает данных. Антрополог заключает, согласно гипотезе академика Рыбакова, изложенной в книге Геродотова-Скифия, часть скифских племен, так называемые скифы-пахари, возможно, приняла некоторое участие в этногенезе славян в силу длительной географической близости. Однако представление о том, что скифы являются прямыми предками славян, не подтверждается ни археологическими, ни антропологическими, ни генетическими или лингвистическими данными. Об очередной сенсационной находке карагандинских археологов рассказал Виктор Новожженов. Благодаря фотографиям со спутников, в последние годы на поверхности казахской степи обнаружены многочисленные загадочные фигуры, гигантские линии в виде геометрических фигур-геоглифов, подобные знаменитым изображениям в пустыне Наска. Однако, в отличие от перуанских изображений гигантских животных на Земле и загадочных абстракций линий и лабиринтов, наши представляют собой огромные исключительно геометрические изображения на поверхности степи, чаще всего квадраты, прямоугольники, либо томгообразные знаки. Осенью 2016 года, по словам ученого, археологическая экспедиция Карагандинского университета имени Букитова изучила близ Караганды памятник, который получил условное название Шантимес. Это четырехугольное сооружение из крупных плит. Длина одной его стороны превышает 40 метров. При этом внутри сооружения аккуратно выложено камнем, что напоминает брусчатку на Красной площади в Москве. Специалисты датировали памятник X веком до н.э. Конструкция этого монументального сооружения напоминает синхронные по времени гигантские погребальные ограды Херексуры, известные в Восточном Туркестане, Сибири, Монголии и Забайкалье. Также есть сходство с более поздними монументальными погребальными комплексами ранних кочевников типа знаменитых курганов с усами, огромными каменными грядами, простирающимися на сотни метров от основного кургана. Все такие мегалитические сооружения изначально возводились монументально, в гигантских пропорциях и размерах. Именно из-за этого, как это ни парадоксально, долгое время эти памятники были совершенно незаметны на поверхности степи. По словам Наваженова, исследованный гигантский квадрат с вписанным в него кругом фактически воспроизводит древнейшее изображение мандалы, графического символа, который интерпретируется в эндоарийской мифологии как модель Вселенной, гармоничное соединение Земли и неба. Этот космогонический символ был затем воспринят концепцией тенгрианства и развит в идеологических и мифологических представлениях ранних намадов. Исследования этого уникального памятника только начались. Вероятно, будут и новые открытия, полагает ученый. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Самарской области 18 марта в 12 часов приглашают на Масленицу. Она пройдет в музее каменных извояний. В программе пробуждение медведя, встреча дня и ночи, соединение солнца и луны, масляные проводы, конкурсы, заклички весны, обрядовые маски, изготовление хлебных жаворонков и многое другое. Адрес музея – Самарская область, село Красный Яр, улица Крестьянская, дом 1, музей каменных извояний. 2-3 марта в Сибирском культурном центре состоится семинар-практикум «Ручное ткачество, виды, техника ткачества, орнаменты», где можно обучиться древнейшему женскому мастерству, живущему и по сей день. Вещи, созданные своими руками, умение ткань, расширит границы вашего творческого диапазона. Дни проведения семинара выбраны не случайно. За время обучения вы узнаете особенности традиций ручного ткачества восточных славян, материалах, инструментах, приспособлениях, подготовительных работах. На практике отработаете технологические приемы основания и заправки основы. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В Архангельске приглашают на круглый стол по теме «Перспективы развития сельских территорий Архангельской области через родовые поместья». В программе «История возникновения идеи родовых поместьй, ее развития в России и других странах. Общение с представителями родовых поместьй Архангельской области». Новости с международной научно-практической конференции в МГУ имени Ломоносова. Обмен идеями, а также любым практическим опытом в разных сферах жизни, позволяющим приблизиться к созданию родового поместья. Концертное выступление солнечных бардов Екатерины Ратушной и Степана Усача. Хороводная игровая программа. Заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. 1 марта. Вторник. Русское целительство в своем многообразии. Автор-сказитель Захар Вилинский. 8 марта. Среда. Метафизика и путь воина. Автор-сказитель Вадим Мосин. 9 марта. Четверг. Открытое занятие. Развитие сознания. Автор-сказитель Владимир Анатольевич Лукашенко. Начало эфиров 20 часов. Время московское. Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. Программа «Стол заказов» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 20 часов по московскому времени. Напоминаем, если Вы считаете, что в Вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио Все нужно, все важно Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok